Всем привет из солнечного Ростова-на-Дону. Это канал Орел без Решки. И сегодня мы с коренным ростовчанином прогуляемся по популярным и не очень местам города. Перед просмотром подпишись на канал, поставь лайк, мы начинаем. Смотреть город Ростов-на-Дону я буду с человеком, который здесь родился, вырос и прожил всю свою жизнь. Это Даниил. Приветствую. Очень приятно. И сразу первый вопрос. Для чего эти звуки диких животных издаются? В принципе, здесь очень интересное место. Наша площадь Сан-Марко, прям как в Венеции, только соборная называется. Там кормят голубей. Долгое время именно в этом месте стояла голубей не кормить. Кормили прямо под ней. Поэтому от надписей избавились. Ну а за Дмитрием Ростовским поставили динамик, чтобы изображать звуки диких животных, а также звуки умирающих птиц. Ну, людей пугает, а голуби динамик. Прям на динамике сидят и слушают эту музыку. Мы с вами находимся сейчас на первой главной площади Ростова. Площади Соборной или Старобазарной. Логично, что здесь стоят два объекта. Собор и Старый Базар. Начнем с собора. Храм Рождества, Престой Богородицы. Архитектор Тон Константин. Вы с этим человеком очень хорошо знакомы по такому городу, как Москва. Там на берегу реки стоит храм Христа Спасителя. Вот это тот самый архитектор. Чем наш храм уникален? Тем, что в Москве снесли, решили построить небоскреб, пограничить с бассейном, потом восстановили. Мы стоим с 1860 года, по сей день. Рядом с храмом колокольня. Вот ей повезло чуть-чуть поменьше. Во-первых, она изначально была помоложе, в 80-х годах 19 века. А войну выглядела вот так. Взорвали наши же солдаты. Дело в том, что в Великую Отечественную войну рядом немцы, артиллеристы прицеливаются по ней, над городом самолеты. В общем, избавились как от ориентира. Ну и за храмом рынок. Старый Базар. Там наши фрукты, овощи, сыры, колбасы, сало. Ну и наш Донской ГООО. Арбузы сейчас еще покупать рано. По одной простой причине. Они уйдут в августе и сентябре. Сейчас, во-первых, они из Ирана, из других таких стран. А во-вторых, стоят прямо как будто золотые. 35 рублей за килограмм. Это баснословный день. Включай, это центральный рынок Ростовный, да? Как пахнет рыбой. Здесь на центральном рынке можно приобрести шамайку, рыбца, толстолоба, сомика. Причем толстолобу, сомика, 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 сомика. И, в принципе, любую рыбу. А эти можно съесть. Подъедите на второй этаж. На втором этаже и сомика. Как это у нас Ростовский Арбат? Ну, точнее, наша на Лохникольской. Данная улица появилась давно, еще до революции. Но то, что вы видите перед собой, точнее, под ногами, оно уже перед чемпионатом мира сделано. Более того, как только улицу перекрыли в 16-м году, очень быстро появились ресторанчики, бары, кафе, в которых во время чемпионата мира останавливались иностранные болельщики. Тут были мексиканцы, бразильцы, уругвайцы. Если вы посмотрите видео того периода, вы их всех увидите именно здесь. Также здесь, также тут вокруг сохранились исторические здания. Вот, давайте обернемся. В принципе, все постройки, которые вы тут видите, они дореволюционные. Начиная от вот этих зданий, желтого и зеленого, ну и вплоть до этих. Здесь отдавалось под дофонный дом. На первом этаже магазины находились, остальные постройки, остальные этажи под квартиру. А здесь трехэтажный дом весь под почту. Сейчас с вами гуляем по главной улице Ростова, по Большой Садовой. Ну, это она сегодня так называется, а буквально вчера, то есть в начале 19 века, именно здесь город заканчивался. И улица называлась Загородняя. Слева стояли крайние домики, справа городские дачи. И одна такая дача поднезла в нашему голове Ященко, который в 1813-м подрил эту дачу городу. И ее со временем появился городской сад. Вот он. Видите все это пространство? Это лучшая дача мэра. Если же вернуться к Большой Садовой, то здесь нужно сказать одну важную вещь. Во второй половине 19 века город начинает бурно расти и развиваться. И ростовские птицы говорят, что мы живем в захолустье, давайте жить в Питере, не переезжая. Возможно, они этого не говорили, но очень громко подумали. Потому что здесь ростов стали эдакий южный Санкт-Петербург. С стройкими улицами, проспектами. И у Загороди важная задача – стать Невским. И тренировались в Большую Садовую. И здесь строят самые дорогие доходные дома. Многие из которых вы увидите еще в ходе нашей прогулки. Гостиница «Журант-отель». Реклама 1900 года гласила, что здесь есть водопровод, керосиновое освещение, фишмебельные номера от рублей выше. Готовы были встречи любого фута императора. Рядом банки, театры, позже кинотеатры. Выход Большой Садовой, Таглевскому проспекту и Городскому саду давали возможность дышать чистым воздухом. Внимание, выход двум проспектам и чистый воздух. Кажется, не со стыковкой. Но тогда машин не было. Вместо них лошадки, которые все на своем пути удобряют. Из окон в домах еще можно было выкинуть ночничок, содержимое ночного горшка. Поэтому ароматы депрессонной России были французские. Чем улица шире, тем лучше чищен. В 1911 году здание сгорает и больше не восстанавливается. На его месте строится со временем вот этот объект. Причем начали делать в 1941 году перед войной. В Великой Отечественной вокруг все оказалось в руинах, а этот дом, точнее, его не достроил. Как за колдово. Наша достопримечательность. Ростовские переходы. И сделали в городе 70-е годы 20-го века. Вначале хотели облицовать примерно вот таким образом. Синее-синее. Но потом сказали, давайте сделаем поинтересу. Вот это типовая советская плитка. Примерно такую же вы можете увидеть в туалетах того времени. Но только она сделана в виде мозаики. И так же присмотритесь к лицам солдат. Практически все прорисованы как живые. Тем временем немцы достопримечательны. Мы подойдем, увидим. Типичный для того времени и художественный прием. Еще одна картина от того времени посвящена уже Азовским походам Петра Первого. Картина, которую вы видите, называется «Отвык перед боем». Здесь изображен Петр в тот момент, когда он остановился в устье Вики-Темирник, чтобы починить корабли для дальнейшего похода на Азовскую крепость. Вот сам царь. Здесь смолу варят. Тут корабли оснащаются, так же пушки чистят. А затем готовятся к трапезе. Казачки очистят рыбу и готовятся делать уху. Причем рыбка маленькая. Раньше у нас рыба родилась вот таких размеров. Дом, который вы видите на углу, он депрессионный, 1910 года. И перед вами классический для Ростова стиль модерн. Раньше здание выглядело вот так. Здесь, обратите внимание, другие окна, иная башенка. Больше архитектурных излишеств. Ну и люди поменялись очень сильно. Сам дом сгорел в войну. Внутри фасад остался. И уже, когда пришла реставрация, его сильно перебивали. Так можно увидеть, сопоставив две фотографии. Место, где мы находимся, это та самая дача Ященко, о которой мы рассказывали. В предыдущей главе. Нынче парк Горькова, до революции городской сад. Здесь всегда ростовчане гуляли, отдыхали, устраивали променад. Вот сейчас мы тоже тут гуляем и отдыхаем. А откуда пошло вот это название Ростов-Папа? Мы там вот здесь торговали. Здесь же строились заводы-фабрики, на которые шли работать представители пролетариата. И сюда шли люди ворвать деньги у богатых и отдавать себе бандиты. Вот отсюда как раз Ростов-Папа. Мы сейчас с вами находимся на трепойнике Померанцева. Архитектор, который в Москве ГУМ строил. В Ростове три его дома. Стоят рядом друг с другом, видимо, чтобы едам было проще. Вот один дом с морским коньком наверху. Второй дом за баннером. Ну и третий дом за вами. Его мы будем рассматривать на той стороне улицы. Почтем за баннерной архитектурой. Вот там у меня сейчас на архисть «Я выбираю спорт» был вот такой дом. Гостиница «Большая Московская». Обратите внимание на данный балкончик с летним рестораном. На первом этаже магазины. В том числе магазин компании «Зиндер». Ну что ж, посмотрим, что это в четырехэтажное здание. Вот это еще одно здание Померанцева. И тут можно обратить внимание немного на архитектуру. А вот это выступающий участок дома. Это «Эркер». Для чего они используются? Вот представим, вы богатые, которые решают купить землю по строительству дома. Но хочется побольше пространства отдать под сдачу в аренду. Что вы делаете? Строите вы спорщую конструкцию, которая не касается земли. Все-таки за воздух налоги не платят. Получается, за этот участок тоже никакой руки не отдают. Более того, квартира с «Эркером» будет всегда стоить дороже, чем без «Эркера». Ну, по одной простой причине. Зульчит, и слушай, это квартира с «Эркером». Ну и, наверное, «Морский конек». Он уже советский. А дело в том, что на первом этаже находился магазин «Отя». Что ж, перейдем дорогу и посмотрим на городскую лугу. Старская дума. Здание сразу строилось под администрацию. И на первом этаже были магазины, во дворе ресторан. За счет чего вымокла тротуги за коммунальные усилия. Силами снова эклектика, когда понамерсали. Снова в основном барочный стиль. И есть классицизма. Когда видите такие треугольнички над окнами, вот, видите, первый этаж и треугольник. Сразу можно говорить о постсокицизме. Также есть от «Модерна». Огромный лок. Здесь можно немножко смениться на структурах, потому что они любопытны. Это кариатиды. Девушки, которые обычно в греческих храмах вместо колонн здание держали. Но здесь они исключительно украшают этот дом, потому что и без них балкончик выстоит. Именно здесь изображен Атлант. Помните, Атланты не было обычно держать в греческом хологии. А здесь, опять же, вместо того, чтобы держать целый дом, он удержит ткань. В нишах вот эти две барышни. Флора, богиня Растыни, и помона, богиня Фруктов. Ну и выше это ниша. Администрация себе самое красивое здание в городе выбрала, да? По крайней мере, одно из самых красивых точно. Но до революции многие считали это здание уродливым, потому что, ну, столько всего поналепили до невозможности. Сегодня действительно считаются визитные карточки города. Как же все меняются. Здесь можно увидеть, насколько наш город контрастный. С одной стороны вот это традиционное здание, с другой данное великолепие. Вот таких домов даже стиль есть. Называется брутализм. Серые здания с аккредитовыми и выписками. Но необычными. Примерно такими. Нечто выступающее, круглое, квадратное, треугольное. Обязательно должно торчать в этом доме что-то. И значит, брутализм. Появилось оно в 70-е годы, 20-го лета. Когда снесли два домикационных дома на это место. И расположили дворец творчества детей и молодежь. Причем вы видите данное здание и соседнее. Это все одно целое. Если хотите увидеть, как сочетать несочетаемое, это продолжать в Ростове. А дальше вы видите данный дом. Он тоже в стиле модерн, с огромными окнами. И само здание отдавалось под Бонск-Ухамский банк. Энерпетентура банка стояла в цели защитить его от дефолтов, кризисов, муфляций и огородлений. Каким образом? Во-первых, через вот эти лица. Это масс Гермеса. Гермес бог торговли. Соответственно, божественное покровительство. Но тут эти Гермесы больше на летчиков похожи. Я тоже думал, что летчики советские. А и здесь действительно из всех причинок. В 1907 год время начало авиации. Если в 1951 все грезили космосом, то тогда небом. Таким образом поддержали первых авиаторов. Вот посмотрите на данный трехэтажный домик. Изначально тоже здание, которое в аренду отдавалось, на первом этаже магазин и все остальное жилье. Но именно это здание может показать много таких вещей, которыми другие города не похвастают. В первую очередь нашими балконами. Дело в том, что... Страшно становиться на него, я смотрю. Главное, не бойтесь. Страшно не становиться. Страшно ходить под ним. Но не под каждым. Просто будьте внимательны, потому что действительно иногда на голову что-нибудь может упасть. Не только в нашем городе. Смотрите. Про эти балконы можно книжи писать. Один балкончик, второй. Он стоит уже как минимум с 90-х годов, если не дольше. И сейчас он уже стал частью исторического образа этого дома. Тут же стоят вот эти два фонарика, которые красного цвета. Сейчас уже непонятно, с чего это вдруг они появились. Но раньше тут находился чайный магазин. Надпись до сих пор висит. Напротив ресторан китайский. Уже ресторана нет, и до сих пор остается. Но это жилое, да? Да. Сейчас люди живут. Да. Кстати, насчет ресторанов. Что посоветуешь гостям города? Какого ресторана самые высокие оценки взять? Если брать донскую кухню, то сейчас прямо известный, популярный – это ресторан «Казачий курень». Он, честно скажем, недешевый, но едой может попасть. Казачий курень? Казачий курень. А какие отличительные особенности донской кухни? От других. Вот, смотрите. Во-первых, казачья кухня – это донская кухня. А если она донская, то значит связана с доном. Поэтому софт можно связать с рыбой. Это наш. Дальше. Донская кухня – это наш курник. Слово «пасло» не от курицы, а от тюркского «кур» – круг. Он действительно круглый. Делается таким образом. Берете блины, заворачиваете туда на тюрьму, выволакиваете это все соединенным тестом и запекаете. Мы находимся в артифичном ростовском дворе колодца. Не будет с питерскими. И, в принципе, здесь есть одно существенное отличие. Попробуйте найти. Отличия перед вами. Вот эти переходы. В Питере вы такого не найдете, потому что там 14 месяцев в году снег. Все остальное – дождь. А в Ростове уже обратная ситуация. Долгая жара. Да и зимы более теплые, чем на севере. Поэтому, если там все переходы крытые, то у нас по коридорам перемещаться летом некомфортно. И для передвижения используют такие открытые переходы. Вот смотрите, перед вами карта нашего города. К центру Ростова. Здесь можно выяснить, где, что, когда находилось. Вот, посмотрите. Тут площадь трех вокзалов. Вот главный автовокзал, главный железнодорожный вокзал и пригородный вокзал. Тут речушка, маленькая, лужникальная, Тимирничка. Раньше была широкая, судоподная. Занимала все пространство, где вокалы стоят. Река Тимирника. Вот тут была таможня, от которой в 1749 году прошла история города. Рядом с таможней через 12 лет появилась вот такая крепость. Стоя Дмитрия Ростовского. Рядом две слободки. Доломановская, Солдатская. В одной жили жуанны солдат и афиксары семьи. В другой доломаны. Казаки, находящиеся на территории таможни. Тут же рабочие лютремесленники. Здесь были городские дачи. Со временем город наш разросся. И в 1835 году мы стали вот такими. А в 1913 вот такими. Брусгеса район. Ну, революция между двух городов, в Ростове и Батайском, воде ездили междугородные трамваи. Можно добавить, что трамвай был международный. Потому что страна одна, а вот народы разные. Здесь в основном русские проживали, а здесь армяне. В трамвайе нужно было послушать прекрасную фразу. Он до границы или за границей. От этого зависит, сколько вы заплатите. Тоже правильно сказали сразу по поводу предназначения этого здания. То, что это область полком. Но раньше, до революции, здесь явно что-то другое стояло. Что именно можно понять по данной фотографии. Чуть-чуть во времени по путешествию. Такой собор. Храм стола Александр Невского. Огромный. Причем архитектор Ященко, который в свое время строил главный собор для всего казачества в Новочеркасске. Перед этим объектом поставили данный памятник. Работа в Учетича. С данным человеком вы знакомы хорошо по этому памятнику. Итак, вот посмотрите. В Волгороде. Его работа. В Магнитогорске. От Илафронту. Получается, там на Урале меч передали. В Волгороде подняли. В Берлине опустили. Трехтахпарк. В Нью-Йорке перековали мечи на Орала. Данный памятник делался для Волгограда. Но там сказали, брат, тебя тут уже много. Наши не расстрелялись от этих тысячи сюда. Причем как в Волгороде делалось под гражданскую конь, так и здесь. Но тут попросили, чтобы это была первая конная армия, которая в гражданскую войну ворвалась в Ростов. На коне буденый. Мы сейчас с вами стоим у конторы Государственного банка. Обратите внимание на орфографию. На ВО. До революции именно так было правильно писать. Единственный момент, что сама Нантутичка уже современная. В 90-х годах. В советские годы ее заменили на типовую. Для того времени банк Советского Союза. Ну, а потом поставили вот это. Само здание строилось с 1913 по 15-е годы. Здесь где война, ну, банки выстраивали. Причем тоже военное время немного отразилось на африке здания в виде вот этих розеточек над колоннами. Отсюда сложно разобрать, что там изображено, поэтому объясним. Давайте слева направо. Самая-самая левая розетка. Это цветочек, который прячет коллег. Потом, следующее. Медуза горгона. Затем череп быка. Потом оружие. Сейчас отчество не легче. Разберемся по порядку. Начнем с черепа. Бык это сельскохозяйственное животное, которым землю пашут. И поэтому является символом мира. Поэтому, смотрите, этот череп, ну, как бы, через архитектуру просили, чтобы поскорее война кончилась. При этом рядышком оружие сложенное в виде трофеев. Такой бы знак, что мы к мирной жизни вернемся, но для начала всех порьем. Дальше введу загоргона. Тут можно увидеть еще и ассоциацию с фразой, кто на Русь пойдет с мечом, тот от меча и погибнет. Ибо медуза горгона всех в камень превращает. Ну, а лев, поп, цветочки, это символ силы и благородства. Кстати, еще одни львы вот здесь разместились. Они были поставлены тоже до революции. И у них задача одна, объединить в одну композицию храм Убана. Насколько удачно, уже непонятно, потому что здесь храм украли. Ну что ж, и сейчас мы с вами находимся в Богатяновке. Это первый банистский район города и первый бедный. Беремся он и таким образом. В 30-е годы 19 века крепость, которая прямо здесь находилась, ее расформировали. На ее южных валах селятся самые бедные люди. Строют дома, кто где хочет. В итоге улицы были бы очень похожи на Средняковые, узкие, зрелистые. Арена, гетто. Сюда полиция не совалась. По ряду причин, во-первых, полицейских здесь просто могли убить, и это главная причина. А во-вторых, поймать никого невозможно. Ибо была куча пути отходов, которые знали только преступник. Потому что бандит мог забежать в любой двор. Дальше куча пути отходов, которые знали только они. Сейчас будем смотреть, как бандиты тут убегали. По этим путям мы сейчас с вами и пройдемся. Ну как в фильмах ужасов. Обнувайтесь. Просто кошельки вточите на всякий случай. Пойдем. Все, получается жилой дом. Если вдруг окажетесь в Бересе или в Одессе, а можно и не оказываться, чем ростов хуже, то вы обязательно найдете такие жилой реки, которые являются местной достопримечательностью. Вот у нас тоже. Потому что, опять же, большую садовую, ее можно везде увидеть. Свою, чуть-чуть другую. А вот такое, ну, сохранилось мало где. Вот еще один типичный дворик ростовский. Теревянные балкончики, бельеосососа. Система здесь простая. С одной стороны колечко, с другой стороны колечко. Это все перетягивается с характерным скрипом. Более того, именно в ростовском дворе обычные семейные трусы могут стать отдельной достопримечательностью. Сколько здесь квартира стоит? По-разному. В принципе, в центре можно найти большую квартиру, практически, на полэтажа за 10 миллионов. А можно найти в старом дельфинционном доме в бывшей типической вилле за 7 миллионов. Можно найти за 27. Цены совсем разные. Можно за 500 тысяч обнаружить. Ну, это, я думаю, здесь, в этих двориках по 500 тысяч. Мы находимся на ростовских воровьевых горах. Перед вами река, стадион, снабжевая площадка, все как положено. А вот дальше там, далеке синие облаков, и это уже другой город, Батайка. Также перед вами Лев Бердон, левый берег Дона, тот самый воспетый Шопутнинским. Ну, помните эту песню, цитировать не будем, а то еще Ютуб заблокирует, тем более, петь не имеют. Вот там домики, точнее, элеватор, большой, высокий. Это наша промзона. Если вас интересует порт, завод, элеватор, вам туда. Тут спортивная зона, где находится гребной канал и стадион. Второй объект был построен в чемпионату мира. Ну, а за стадионом идет следующий район. Смотрите, там международный нос, вы его не... Вот, сейчас идите, вон он, не может не народный. Видели? Ну, даже видно, поезд идет. От стадиона до моста и столько же дальше идет наша шашлычная, слушай, брат. Армян здесь много, 300 тысяч. Сами шашлыки неплохо готовят и нас научили. Поэтому к тем донским блюдам, о которых мы говорили, еще относится наш донской шашлык. Смотрите, мы находимся с вами над очередной достопримечательностью, над парамоновскими складами. Чем они уникальны? Для ответа на этот вопрос немного копнем в историю. Раньше тут был склон самый обыкновенный, под которым шла подземная река. От нее двигались источники. Ростовские купцы в свое время решили здесь организовать склады. Идеальное место, рядом речка, порт. И сказали архитекторам стройте. Те засунули эту речку в подземный тоннель. Сверху мокрого тоннеля оставил второй сухой. Сделали мощную стену, чтобы не подмывало. И получается мокрый тоннель охлаждал воздух в сухом тоннеле. И тот через маленькие щелочки пустил мою и летом одинаковую температуру. Простоя это все до 70-х годов 20-го века, пока не прошел мощный обвал. А в 90-е все разорилось, разорилось и за временем зарело. Пришли ростовчане. Вот здесь трубы не было. Вместо нее ручей мощный, широкий. Закрыли моей земли вот эти три входа. Отдав пространство, чтобы вода вытекала. появились, точнее появился вот такой бассейн. Фотография сделана с той стороны, с вышки. И мы с вами вот тут находимся. Что произошло дальше? Сейчас мы спустимся и узнаем. Со временем эти пространства выкупили под снос. Причем хотели сделать по центру и гостиницу. Приехал лаву эскаватор, начал данный процесс. Высшие ростовчане сказали, что с удовлетворите. И снос остановили. Мы уже сообщили, что эти объекты имеются памятниками идеального значения. Например, обратите внимание на эту прекрасную арочку уже описаны. Она ежегодно увеличивалась под собственным весом. Появилась она как раз с видействиями эскаватора. И тогда прокуратура заставила собственников эти здания законстелировать. Для этого появились данные металлические конструкции. Их обложили кирпичом. также тогда из Чехла та самая купальница. Вместо нее вернулись вот эти три входа. Ну, а со временем взяли трубу, чтобы обратно бассейн не расположили. Сейчас купаются здесь, купаются вот там. Белье стирается. Кто-то белье стирает. Приходит самая разношерстная публика. Начиная от молодожен, которые вот только вышли из АГСа и здесь фотографируются. заканчивая туристами, ну, а также лицами безопределенного места жительства. Мы сейчас с вами находимся на нашей набережной. В принципе, когда гости города спрашивают у ростовчан, что же здесь можно посмотреть, как правило, идет ответ, ну, набережная у нас интересная. Поэтому немного о ней тоже поговорим. Если мы оказались здесь, в 19-ом веке, вы увидели обычный пляж. На этом пляже стояли причалы, уходящие далеко в дом. Сюда подходили корабли, разгружались, загружались, и дальше уходили на юг, как раз Черное море, а затем Собриземная при необходимости. Позже, в конце 19-го века, наши купцы решают изменить это место. вбивают сваи из лиственницы, которые до сих пор под нами находятся, делают насыпь, а также устанавливают вот эти причальные тумбы. Давайте к ним подойдем. Они же княхты. И здесь много. На них надпись «Механический завод через ячь ДА Пастухова 99-й, 96-й, 7-й, 8-й, уже в зависимости от того, когда появились, год. Обычно 95-го до 99-го. Глубиной больше 2-х метров. До сих пор стоят здесь. Если же говорить о набережной, то она изменилась уже в советское время, потому что пришла война, немцы это все пространство разбомбили, и затем, уже когда боевые действия окончились, решили отдать Дон городу, или город Дону, как хотите называйте. Убрали железную дорогу, которая стоит сейчас на месте автомобиля, посадили деревья. Сейчас набережная делится на две части. Вот это советская, тут все с того времени сильно не поменялось, только плитку изменили, и установили ряд памятников новых. Вообще, ростовская набережная заставлена удивительными памятниками, вот еще один из них, посвященный фильму Тихий Дон. Тут можно посидеть в лодочке, но тут вода еще после вчерашней грозы. А вот дальше, если идти в ту сторону, как только вы выходите к Горькому, на набережной Ростова есть памятник Максиму Горькому, который в 1891 году в поисках работы устроился грузчиком и в ростовский порт. И за ним вот такая казанская лестница расположена, похожая на лестницу в Одессе. Вот его проходите, и за ним идет новая часть с барами, ресторанами, кафе и другими усилительными заведениями. Сегодня футбол местный Ростов играет с московским Динамо. Вон на том прекрасном стадионе Ростов-Арена. Ночной Ростов такой же красивый, как и днем. Все подсвечивается, стадионы, мосты. Что здесь в пятницу только фонтаны не работают? Или из-за ковидных этих ограничений? Но на набережной людей так же много. Ростовской набережной есть все, чтобы здесь время проводить. Очень много детских площадок здесь, памятников, аттракционов, кафешек, ресторанов. Стоит приехать хотя бы только ради того, чтобы по этой набережной прогуляться. заболевания. Приглашаем вас на туристический рост спадов на файл садов. Спасибо. Ну что ж, спасибо вам за эту экскурсию. С удовольствием отвечу на любые вопросы. Ну а также хочу сказать, приезжайте в наши Донские края, здесь много что посмотреть. Например, что если брать не Ростов, а область Ростовскую? Ну, смотря на то, что Ростов находится на берегу Дона, казаки жили чуть-чуть дальше. В городе Черкасске сейчас Станица Старочеркасская, в Новочеркасске и в других станицах. Вот туда обязательно нужно сидеть. Также у нас Таганрог стоит по сей день, радует глаз. Там во-первых тоже жили купцы до революции и в основном это купеческий город Торговый это же город где родился Антон Павлович Чехов и Нараневская Фродо Добронравов ну и герой фильма Насшараша тоже там как бы снимался как бы плюс у нас катакомбы Станицы Оксайской нынче городе старатель нынче городе Оксайе у нас Донская Степь ну и также Степь Писальская где каждую весну растут литий тюльпаны ну и остров диких мустангов где одичавшие кони скачут и люди с ними особо не взаимодействуют только изучают и водопровод туда пустили чтобы они отжаждались приезжайте в наши края мы уже в курсе что у нас здесь много интересного более того даже вот в этом видео маленькая маленькая часть того что мы показали поэтому буду вас ждать в этом городе для того чтобы про него рассказать его показать и возможно даже немножко влюбить в Ростов-Наган